Я стоял вот здесь с полуоборота, услышал звук, удар, повернулся. Тут подскочили люди, стали оказывать помощь, машину вызвали. Сразу после наезда к пострадавшей девушке подбежали не только многочисленные очевидцы, но и сами стражи порядка, которые были в патрульном автомобиле. Полицейские вызвали врачей, а до их приезда оказали раненые первую помощь. Сирена была слышна всем, да, издалека? Конечно, вы что тут? Мы там стояли как раз, издалека было. Она вообще, девушка, сознание была, что ли? Сознание, да, в скорую погрузили и увезли. По предварительным данным, незадолго до этого происшествия в поселке Высокая Гора неизвестный автомобиль избил полицейского, после чего скрылся с места. Похожую по приметам машину вскоре обнаружили. Патрульный автомобиль Нива ехал как раз, чтобы задержать предполагаемого беглеца. Очевидцы утверждают, что стражи порядка заранее включили проблесковые маячки и звуковые сигналы. Тем не менее, девушка, которая переходила дорогу, почему-то не обратила на них никакого внимания. Ну вот она оттуда шла, да. Она одна переходила дорогой? Одна, да. А как же она могла не увидеть, если все слышится? Невнимательность. Она из автобуса, может, вышла, нет? Нет, она оттуда шла, вот с этой стороны, из магазина. Очевидцы говорят, перед светофором и дорожной зеброй водитель на служебной Ниве значительно сбавил скорость, но избежать наезда это не помогло. Он среагировал, он вильнул влево-то, она все равно, вон бампер, видите, там. А там свет для кого какой был? А? То есть девушка на зеленый переходила дорогу? Я не вот не заметил. Я знаю, что с мигалкой машина ехала оттуда. Сейчас в следствии предстоит выяснить степень вины полицейского, управлявшего внедорожником. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24. Присылай фото и видео.